Библейский урок на воскресенье, 28 марта 2021 года. Тема. Реальность. Золотой текст. Исайя. Никто и никогда не видел Бога, подобного тебе. Кроме тебя, нет Бога. И если люди терпеливы и ожидают помощи твоей, тогда ты чудо совершишь для них. Ответное чтение. Исайя. Теперь Господь говорит, не бойся, я тебя спас, я назвал тебя, ты мой. Когда ты в беде, я с тобою. Когда реки пересекаешь, ничего с тобой не случится. Когда идешь сквозь огонь, не бойся пламени, оно не причинит тебе вреда. Господь говорит, вы, народ мой, свидетели, я вас избрал, чтобы люди поверили в меня, чтобы сами вы поняли, что я это Он, истинный Бог. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я с вами говорил, я вас спасал. Я рассказывал вам все. Никого другого у вас нет. Вы свидетели мои, и я ваш Бог. Господь так сам сказал. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Урок проповедь из Библии. Исход. Моисей пас овец у своего тестя, священника по имени Иофор. Однажды он погнал овец на западную сторону пустыни и пришел к горе Божией Харио. Тогда Господь сказал. И вот теперь я посылаю тебя к фараону. Пойди и выведи из Египта мой народ, народ Израиля. Тогда Моисей сказал Богу. Но народ Израиля не поверит мне. Когда я скажу им, что ты послал меня, Бог не являлся тебе, скажут они. Брось свой посох на землю, сказал тогда Бог. Моисей бросил свой дорожный посох на землю, и тот превратился в змею. Моисей испугался и бросился бежать прочь, но Бог сказал ему. Протяни руку и схвати змею за хвост. Моисей протянул руку и схватил землю за хвост, и змея снова стала дорожным посохом. Тогда Бог сказал. Делай так, и люди поверят, что ты видел Господа, Бога, твоих предков, Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Якова. И еще сказал Бог Моисею, я дам тебе еще одно свидетельство. Положи руку себе за пазуху. Моисей распахнул свою одежду и положил руку за пазуху. Когда же он вынул ее оттуда, она была вся покрыта белыми, как снег, пятнами проказы. Теперь снова положи себе руку за пазуху, сказал Бог. И Моисей снова положил руку за пазуху. А когда вынул ее, рука была здоровой, как раньше. Четвертое царство Царь сирийский вел войну против Израиля, и, советуясь со своими слугами, он сказал. Я расположу свой лагерь в таком-то и таком-то месте. Но Божий человек послал к царю израильскому сказать. Будь осторожен, не проходи ему того места, сирийцы расположились там лагерем. И царь израильский послал предупредить своих людей о том месте, о котором говорил ему Божий человек. И так было не один раз и не два раза, а много раз. Царь сирийский был очень раздосадован, созвал своих слуг и сказал им. Скажите мне, кто шпионит для царя израильского? И сказал один из его слуг. Никто из нас, господин мой царь, Елисей же, пророк из Израиля, может пересказывать царю израильскому слова, которые ты говоришь у себя в спальне. И сказал царь сирийский, найдите Елисея, и я пошлю людей, чтобы взяли его. Слуги сказали ему, Елисей находится в Дафаиме. Тогда царь сирийский послал коней и колесницей большое войско в Дафаим. Они пришли туда ночью и окружили город. В то утро слуга Елисея встал рано. Он вышел и увидел войско с конями и колесницами вокруг города. И спросил он Елисея, ах, господин мой, что нам делать? Елисей сказал, не бойся, войско, которое сражается за нас, больше войско, которое с ними. Елисей молился и говорила, о Господи, открой глаза моему слуге, чтобы он смог увидеть. И Господь открыл глаза слуге. И тот увидел гору вокруг Елисея, наполненную конями и огненными колесницами. От Марка. Иисус призвал своих учеников, сказал им, «Ибо даже Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему услужили, но для служения другим, и чтобы отдать свою жизнь как выкуп за многих». Затем они пришли в Ерехон. Когда Иисус выходил из Ерехона со Своими учениками и множеством народа, у дороги сидел, прося милостями, слепой нищий Вартемей, Сын Тимея. Услышав, что это Иисус из Назарета, он закричал, «Иисус, Сын Давидов, сжалься надо мной!» Многие заставляли его замолчать, но он кричал еще громче, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и сказал, «Позовите Его!» Слепого позвали и сказали Ему, «Не отчаивайся, вставай, Он зовет тебя!» Тот сбросил плащ, вскочил и подошел к Иисусу. Иисус спросил его, «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Слепой сказал Ему, «Учитель, я хочу снова видеть!» Иисус сказал Ему, «Ступай, твоя вера спасла себя!» И в тот же прозрел и пошел за Иисусом. От Матвея. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный!» Второе Коринфяна. «По той причине, как была поручена нам эта служба по милости Божией, мы не отчаиваемся. Напротив, мы отвергли все тайные и постыдные дела, не занимаемся плутовством, не извращаем послания Божие. Провозглашая истину открыто, мы предаем себя совести человеческой перед Богом. И если благая весть, которую мы проповедуем, скрыта под пеленой, то только для тех, кто на пути к погибели. «Притупились умы неверующих по воле Бога века сего, они не видят света благовестия о славе Христа. Кто есть образ Бога? Ибо проповедуем мы не о себе, а о том, что Христос Иисус Господь, и что мы – лишь ваши слуги для Иисуса. Ибо это тот же Бог, кто сказал, «Из тьмы воссияет свет». Чей свет воссиял в сердцах наших, чтобы мы познали славу Божию, сияющую в лице Иисуса Христа. Но мы те, кому принадлежат эти сокровища, всего лишь глиняные сосуды, чтобы показать, что высшая сила принадлежит Богу, а не нам. Нас преследуют, но Бог не покидает нас. По временам мы оказываемся повержены, но не погибаем. Так не отчаивайтесь же, если мы даже разрушаемся телесно, то внутренне, ежедневно обновляемся. Ибо кратковременное страдание приносит нам вечную славу, которая безмерно перевешивает наши страдания. Не о том беспокоимся мы, чтобы видеть, а о том, что невидимо. Ибо то, что видимо – приходящее, то же, что невидимо – вечно. Кефесянам. Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас во Иисусе Христе, чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее, чтобы могли мы посвятить им нашу жизнь. Из книги «Наука и здоровье» с ключом к Священному Писанию, учебника Целителя, написанного известной целительницей Мэри Беккер Эдди. Вся реальность находится в Боге и Его творении, гармоничном и вечном. Все смертное всецело от начала до конца является суммой материалистических человеческих верований и ничем более. Реально только то, что отражает Бога. Совершенно отдельно от верования и сновидения, которыми является материальное существование, прибывает жизнь божественная, открывающая духовное понимание и осознание владычества человека над всей землей. Это понимание изгоняет заблуждение и исцеляет больных, и, обладая им, вы можете говорить, как власть имущий. Страх перед змеем преодолен Древний еврейский законодатель, человек неречистый, отчаялся пояснять народу то, что вскоре будет ему открыто. Когда Моисей, ведомый мудростью, бросил свой посох на землю, он увидел, что его посох превратился в змею, и Моисей побежал от нее. Но мудрость велела ему возвратиться и взять змею в руки, и тогда страх Моисея исчез. Этот случай является наглядным примером реальности святой науки. Так было показано, что материя является не более чем верованием. Согласно велению мудрости, змея, зло, была уничтожена пониманием божественной науки, и это доказательство стало посохом, на который можно было опереться. Иллюзия потеряла свою силу запугать Моисея, когда он понял, что то, что он якобы увидел, в действительности было лишь разновидностью смертного верования. Проказа исцелена Когда Моисей сначала засунул свою руку себе за пазуху и вынул ее, белой как снег, от ужасной болезни, и тотчас, тем же самым простым способом восстановил нормальное состояние своей руки, тогда было научно доказано, что проказа – это порождение смертного ума, а не состояние материи. Этим доказательством в божественной науке Бог унял страх Моисея, и внутренний голос стал для него голосом Бога, сказавшим, «Если они не поверят тебе и не послушают глаза первого знамения, то поверят глазу знамения второго». Также и в дальнейшем Иисус Христос демонстрировал науку бытия и показывал Своим ученикам всемогущество разума, притворяя воду в вино и учая их обращаться со змеями без вреда для себя, исцелять больных и изгонять зло в доказательство верховенства святого разума. Изменившаяся точка зрения Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и разум с материалистической на духовную, мы сможем достичь реальности, жизни, власти души над чувствами и постигнем христианство или истину через их божественный принцип. Таким должен быть кульминационный пункт развития, прежде чем будет обретен гармоничный, бессмертный человек и открыты его способности. Чрезвычайно важно, ввиду огромной работы, которую предстоит сделать, прежде чем может быть достигнуто это познание божественной науки, обратить наши мысли к божественному принципу, чтобы ограниченные верования могли быть подготовлены к отказу от своих ошибок. Критики должны принять во внимание, что так называемый смертный человек не является реальным человеком. И тогда они смогут увидеть знамение пришествия Христа. Христос, духовная истина, идея Бога, приходит сейчас, как и прежде, проповедуя Евангелие нищим, исцеляя больных и изгоняя зло. Может ли заблуждение восстановить важнейший элемент христианства, а именно Божье апостольское исцеление? Нет, эта наука христианства восстанавливает его, и она есть свет во тьме светящей, который тьма не может постичь. Сущность не утрачена. Материальное тело и материальный ум приходящие, а реальный человек духовен и вечен. Благодаря этому объяснению мы находим сущность реального человека. Таким образом распознаётся и остаётся неизменной осознанная безграничность как самого бытия, так и всех существующих индивидуальностей. Человек не может утратить что-либо реальное, потому что Бог есть всё, и Он навечно принадлежит человеку. Представление, что разум находится в материи, и что так называемые наслаждения и страдания, то есть рождение, грех, болезни, смерть, материи, реальны? Является смертным верованием. Одно только это верование, вот и всё, что будет утрачено. Определение человека. Продолжая наше определение человека, будем помнить, что гармоничный бессмертный человек существует извечно и всегда пребывает вне и превыше смертной иллюзии о какой-либо жизни, первооснове и рассудке, находящихся в материи. Это утверждение основано на факте, а не на вымысле. Какой же эталон находится перед смертным умом? Несовершенство, радость, печаль, грех, страдания? Приняли ли вы смертную модель? Вы испроизводите ли вы её? Тогда в вашей молитвенной работе вас будут мучить злобные воятели, создающие уродливые формы. Разве вы не слышите, что всё человечество говорит о несовершенной модели? Мир постоянно держит её перед вашим взором. В результате вы будете склонны следовать этим заниженным критериям, ограничивая ваши достижения, перенимать угловатые очертания и уродства материальных концепций в вашей жизни. Совершенные модели Чтобы избежать этого, мы должны прежде всего повернуть свой взор в правильном направлении, а затем идти по этому пути. Мы должны создавать в мыслях совершенные образы и постоянно смотреть на них, иначе мы никогда не воплотим их в великую и благородную жизнь. Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь, то есть Царство Небесное, утвердятся в нас, и тогда всё меньше будет греха, болезни и смерти, пока они, наконец, не исчезнут. Всё, что реально, вечно. Совершенство лежит в основе реальности. Без совершенства нет ничего полностью реального. Всё нереальное будет и дальше исчезать, пока не появится совершенство и не будет достигнута реальность. Мы должны отказаться от всего призрачного. Мы должны перестать признавать истинность суеверий, должны быть мудрыми, чтобы полностью отказаться от всякой веры в них. Христоподобное понимание научного человека и божественное исцеление включает в себя совершенный принцип и его идею, совершенного Бога и совершенного человека, как основу для мышления и демонстрации исцеления. Божественный образ не утрачен. Если смертные считают, что человек когда-то был совершенным, но теперь утратил своё совершенство, то значит, они никогда не видели человека отражённый образ Бога. Потерянный образ – это уже не образ. Истинное подобие отражённого божества не может быть утрачено. Понимая это, Иисус сказал, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный. Пусть в Ваших мыслях преобладает совершенный образец». Аминь. Спасибо. Продолжение следует...